Здравствуйте! В эфире программа Агрокурьер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Еще одним молочным комплексом Большая в регионе построят животноводческую ферму с голландскими инвестициями. Заслон перекупщикам-хамелеонам. Самарские депутаты предлагают жесткий мир борьбы с незаконной торговлей фруктами и овощами. Уже в начале следующего года в регионе могут приступить к строительству нового молочного мегакомплекса. Соглашение об этом подписали на днях в Агентстве по привлечению инвестиций, руководство Самарской области и Ассоциация голландских фермеров. Животноводческая ферма, рассчитанная на 2400 голов дойного стада, расположится в Борском районе. Вложение нидерландских партнеров в реализацию проекта превысит 2 миллиарда рублей. Эксперты отмечают высокую заинтересованность в международном сотрудничестве обеих сторон. Появление в губернии крупного комплекса сможет серьезно увеличить объемы производства молока. Пока же регион обеспечивает себя этим сырьем лишь наполовину. Уже приняли ряд нормативных документов, которые стимулируют развитие этой деятельности. В данном случае мы говорим о возможности компенсации части капитальных затрат на строительство мощностей, помощь в создании элементов инфраструктуры, это дорожная, коммунальная инфраструктура. Также мы предусматриваем субсидирование, оно уже работает, оно уже действует, субсидирование на производство молока, на содержание коров. Мы работаем в России уже 15 лет и нашим странам есть, что предложить друг другу. В частности, в этом проекте мы готовы предоставить генетический материал для увеличения поголовья, оборудование для доения и решения в области менеджмента. При такой поддержке, которая заявлена со стороны правительства Нерладов и Самарской области, мы уверены, что это будет большой и успешный проект. Это второй визит Ассоциации голландских фермеров в наш регион. В июле они посетили один из крупнейших действующих молочных комплексов, а также площадки, подготовленные под реализацию совместного инвестпроекта. Осенью ответный визит в Нидерланды нанесла самарская делегация. 87 килограммов яблок и 27 килограммов ягод. Столько, по рекомендации Минздрава, нужно съесть каждому россиянину ежегодно. Исходя из расчетов, потребность жителей Самарской области составляет 250 тысяч тонн плодовой ягодной продукции. Специализированные предприятия губернии вместе с дачными хозяйствами производят чуть больше 20%. Остальное компенсируют поставки из других регионов. Местные садоводы готовы наращивать объемы, да вот с реализацией проблема. Большая часть фруктового урожая продается в розницу через автолавки напрямую по социальным ценам, которая существенно ниже, чем в сетевых магазинах. Именно здесь производители теснят незаконные уличные торговцы. Мало того, что перекупщики не платят налоги и арендную плату за торговое место, так еще и выдают привозную продукцию за местную. Меры защиты самарских сельхозпроизводителей и потребителей от нечестной конкуренции обсудили на днях на рабочем совещании в Самарской губернской думе. В последние несколько лет распоявшившись незаконная торговля, попирающая все принципы, озвученные нашим президентом, справедливой, честной конкуренцией, размножаются незаконные торговые точки. Вот фотографии, которые в раздаточном материале у вас приложены, очень наглядно показывают выборочно то, что происходит, то, что каждый из нас с вами видит, может быть, не обращает внимания особого на это, но это факт, когда на одну нашу законную торговую точку приходится до 14 незаконных торговых точек. Страдают не только местные производители, но и бюджет. Только в Самаре возможно размещение не менее 200 уличных торговых точек для реализации плодово-овощной продукции местных садоводов и овощеводов. Сейчас же их насчитывается менее 30. Городская казна недополучает порядка 100-150 миллионов рублей. Проблема, которая многогранна, проблема, которая откладывает отпечаток и на инвестиционную привлекательность, потому что много случаев обращения по незаконной торговле, оказывает влияние на инвестиционный климат, оказывает влияние на жизнь и здоровье наших граждан, потому что те, кто торгуют незаконно, мы не понимаем, какой продукции они торгуют, насколько она качественна, насколько она безопасна. И также, естественно, сказывается на налоговые поступления. Поэтому все структуры, все органы государственной власти, исполнительные, законодательные, конечно, заинтересованы в том, чтобы эту проблему решить. На совещании подняли вопрос о необходимости увеличения штрафа для перекупщиков. Сейчас его размер составляет от 500 до 2000 рублей. Еще один из вариантов защиты местных производителей – изъятие продукции у недобросовестных продавцов. В ближайшие дни будет сформирована рабочая группа с участием представителей силовых и надзорных ведомств. Она разработает конкретный механизм решения проблемы.